В этом противостоянии, что в общем было вполне ожидаемо, ну, пасмурная погода, весь первый тайм. Если результат исторически прошлого сезона, когда команда попала в Лигу Европы, то хотя бы не боятся за свою прописку. С этой турой мы отправляемся на стадион Уэмбли, где своих соперников продолжает принимать Тоттенхэм Ходспор. Сегодня в рамках статарного матча Александр Ниценко поехали и давайте смотреть за этой замечательной игрой на стадионе Уэмбли. Тоттенхэм сумел выиграть четыре из них. Два матча завершились в ничью. Был еще плей-офф и сегодня пять человек Маурисио Почеттино поменял по сравнению с предыдущим матчем. Не играет в обороне Фертонген и Уокер Питерс не оптимальный. Ну, главное забить Тоттенхэму быстрый мяч. Тоттенхэм всегда к этому стремится. Киран Тривьер навершивает и мяч проходит рядом. В Кубке Лиги Оливерский появлялся на замену, он там провел шесть минут. Так что в принципе потихоньку... Да, сегодня нет еще Стивена Уорда, который тоже... Но опять же она сыграна, так что в принципе... Бёрли мне... Начала Мэлла с углового... Ну, давайте признаемся честно. Себе Тоттенхэму будет очень непросто переграть Бёрли. На втором шансы будет побольше, потому что Тоттенхэм будет играть в более открытый футбол. Вот, пожалуйста, Арон Леннон. Пожалуйста, Блокс. Никакого решения по части назначения Штрафнова не принято. И топтать, и прочее. Ну ладно, посмотрим на Оливерский. Пока отмечаем подключение Ламеллы и первую... Ничего не произойдет такого опасного. Итак, Батака сейчас в исполнении. Ну, слава богу, у нас все восстановилось. Пока подача мы видим. И... Подает Робби Брейди. И здесь... Под Трипьер, как всегда. Дели Али. Ламелла. Под левую. Можно бить. Потому что многие команды дома уже провели по 9 матчей. А очков... По-моему, травма была. И поэтому она ему тоже мешала играть в футбол. Так что сегодня Бёрли состоит не только из-за финансов двух последних матчей. Это, в общем, такая статистика, которая... Приглядеться, Моур! Нужно он здорово играет. Вообще, я очень рад за Моу Уэльса. Ну, то, как ведет дела Дэни Леви, это, в общем, отдельный разговор. Защитника. Сам-то он является игроком левой бровки. Но сегодня в составе... Вам еще раз показываю, что трибуны пусты. Верхний ярус никого не индивиду. И поэтому в некоторых источниках он почему-то указан на встречу. Ну, глядь... Я думаю, нам покажут еще подняли под несколькими другими ракурсами этот эпизод. Эли Али принимает мяч, удары на себя. Обыграет Филиппу Барцве. Подача. И выбивается мяч уже Робби Брейди. Пенальти ставишь тогда когда-то на 100% уверен. Видимо, эту уверенность он не почувствовал. Как, наверное, и сейчас. Трарик защитника Тоттенхэм пришли на чужую половину. Поля, хороший пас. Прострел Сисоко. И нет удара в касании от Лукаса Моуру. Как же три первого. Тяжело. Харри Кейн делает передачу. Сисоко. Обратный пас. Ламела забивает. Пас не очень удобный. Опять же, поле скользкое. Падающего Лукас Моура. Как это ни странно. Кейн. Какой перевод решил осуществиться. Очень много он в Евангии поиграл. Отличный пас Брейди. Ух ты. Опасная игра в исполнении. Ирлан Дэвис играет в центре обороны. Харри Кейн забрасывает мяч. Дели Али не попадает. Успел посмотреть в сторону соперников. Дели Али. Рикошет. Но тут Киран Трипьерто уже давно-давно убежал. Поэтому Лукас Моуру. Три защитника. Урье, Санчес и Фойт. Они не прошли. Лукас Моура. Дэни Роуз. Вот Кейн открылся. Но почему же Дэни Роуз? Его нет Дэни Роуза. Один в радиусе штрафной площади. И, в общем, с вратарями у Берли никаких проблем точно нет. Ламе. Наша передача. Но здесь сразу у него тут Эшли Вест. Джокарт. Выступает в качестве потенциального стрела. Наверное, угловой. Нет, не надо. На угловой Сисоку оставляет мяч в поле. Передача Кейн. А вот эти моменты. Но больше не доработки какие-то в концовке. Непростой. Сейчас уголью риск. Барсли подходит. Подача. И Барн сейчас. Поджибается. Нет скипмейт. Пасмурная. Забей Тоттенхэм. Ситуация поменялась бы, безусловно. Ожидание. Куда прервать серию из восьми матчей, в которых набрано всего два очка. Трипьер. Мягкая подача. Скипп. Честно говоря. Ищи. Корг. Это появится на футбольном поле. И вполне, я думаю, может улучшить игру в центре. Брейди 12-й левее. Лена 25-й правее. И Барнс номер 10-й. Судейская бригача. Опасно! А, и сейчас, по сути, голевой моментов у Бёрли не было в первом тайме. А, здесь тренировать Бёрли, и слава богу. Сегодня в три центральных защитника играет эта команда. Хард ворота сделает. Я бы даже сказал, почти невозможно. Опять Чарли Теттен. Это бесполезно. Так это не работает. Расстрел Харри Кейна. Даже это удар. Мура, может быть, специально игнорирует. Вспоминая о том, как играл Роуз в каких-то моментах. Хирон Трикер. Наряду с Хулхомом. В этом сезоне. То есть Бёрли пропускает последние 10 минут очень много голова. В стартовом составе в декабре. Хорошая статистика в декабре. Зачем? Все. Бесхитростно. Никакой разницы вообще. Абсолютная игра продолжается в том же сценарии. Заброс муча. Который будет принимать Кочетина. Так, я вижу, что начинают разминаться там игроки, вернее, и даже разбиваться. Диагональную передачу на Роуза. Играющего по третьим номером Трипьер. Несколько моментов, когда к нему были вопросы по исполнению. Брейди. Тарковский опять выигрывает верховой мяч уже в чужой штрафной площади. Да, матч, конечно, непростой. Вот смотришь, в зоне вылета успел побывать, и на последнем месте успел побывать после пяти туров. Так, там разгорается, по-моему, какой-то конфликт по этому. Кейн толкнует движение. Я видел, я думаю, бежит Харри Кейн. Хороший перевод на Керна Трипьера. Есть пространство, но почти больше половины команды уже мы видим в Берли в штрафной площади. Продолжает кружить около штрафной площади. Передача на скипа. Здесь Эриксон. Пускает отчаянин мяч. Пытается отбаваться. 2012 года Шондаичи возглавляет Берли. Он... Ну, а в прошлом сезоне Шондаичи... Хорошая подача. И здесь опасный удар. И Харт поборолся, по сути, отлёк двоих. И здесь уже... Ну, я напомню, что Шондаич именно Эдди Хау заменил в Берли. Подача Трипьера. И опять Джеймс Тарковский. Каких-то грубых ошибок в Оливерске-то не было. Была ошибка, когда он уступил ведноборство мяч Аарону Ленну. Но мы помним, что он сразу будет играть низом. Всё правильно. Опасно ламело, рикошет! Заблокирован был удар. Думаю, что он всё-таки поменяет Барнса. Рисковать, наверное, Шондаич не будет при 0-0. Форварда в две башни, конечно, играть в Берли не будет. Это понятно. Ликошет. Там, кстати, третья замена готовится. Они не шутят. Аарон Леннон. Уходит от Дэнни Роуза Леннон. И угловой зарабатывает. Ламело. Чё там, премьер-лиги, лиги чемпионов и кубка лиги. И забил один гол. А у нас свут в штрафной площади. Решил сегодня хороших. И в первом тайме он тянулся так на мячу. В принципе, не сумел. Он был за Суонси. Английские шпоры стали для него вторым клубом. Интересное прямо сейчас. До этого было 0-0. Брейди. Навесная передача. Выбивает мяч. Харик. Подача Трипьера. Скидка. Хёнсон Мин. Обычно Хёнсон Мин раз. Находясь в штрафной, может забить. Вот борются сейчас Леренте. У Брейди, кстати, она тоже есть. Чарли Тейлор прорывается в штрафное падение. Нет там пена Тигром Скотта. На замену готовится у Бёрли, естественно. Под затяжку времени. Дели Али. Хариким. Передача Эриксон. Такого труда переправить мяч в сетку ворот. Первый гол Кристиана Эриксона в этом сезоне. Такой важный. Такой им покатил под удар. Идеальная позиция уж для такого человека, как Кристиан Эриксон. Здесь вопросов никаких нет. Здорово поборолись. Здесь поставил в спину Бену. Эта статистика играет большую роль. Заброс мяча. Леренте тут стянул двоих. Дели Али. Харикейн. Ассистем. Тепленькими с помощью улучшения игры игроков, которые вышли на замену. Здорово поборолись. Здорово поборолись.